Андрей Орлов Знаете, есть такая избитая на самом деле фраза, ну конечно знаете, это Евтушенко сформулировал, что поэт в России больше, чем поэт. Ее часто называют мемом, даже считают пошлой в каком-то смысле. Но ведь сегодня мы видим, что происходит в России, что Женя Беркович в тюрьме за поэтические строки, там за спектакль, но многие считают, что именно за поэзию. И вообще реакция на стихи, реакция на слово российской власти, она удивляет своей неадекватностью. Получается, что действительно сегодня можно об этом говорить, что поэт в России больше, чем поэт? Ну, во-первых, я не люблю выдергивание из стихотворения одной строчки. Это «выхожу один я». Ну там из Лермонтова вырвите и говорите, что это говорит об одиночестве. Ну, я не считаю, что поэт — это какое-то особое, пусть это так считает Евтушенко и его коллеги по цеху. Я не считаю, что поэт — это что-то отдельное, значимое, бессианское и прочее. Реакция властей, ты скажи это хоть без рифмы, хоть в рифму. Ты говоришь, что Путин убийца — это не стихи. И поверьте, что это значит намного больше, чем любая поэтическая строчка. То есть я, в общем-то, поэт я не совсем настоящий. И поэтому, поэт и поэтому, то, что поэты умеют отделять мух от котлет, это да. То, что поэты умеют формулировать, ну, не все, некоторые, крайне редкие, это тоже да. А сказать, что за поэзию, за поэзию практически никто в России не пострадал. Вот вы сказали о том, что вы поэт не настоящий. А как определяется, настоящий или ненастоящий? Потому что тут вспоминается, конечно, диалог Бродского с судьей Савельевой, который спрашивал, в этом учились в университете? Он говорил, я думал, это от Бога. Есть ли критерии настоящего и ненастоящего поэта? Для меня, не верящего в Бога, в общем-то, подходы Бродского не существенны. Особенно, когда человеку в 20 лет говоришь, что он поэт от Бога. Ну, знаете, такая... Слишком много на себя берут, очень часто поэты. Я в университете с одним вашим предыдущим собеседником Андреем Васильевым в институте обучался в 74-м году полтора года. Институт химического машиностроения. Так что здесь... Я не думаю, что Бог меня оттуда отчислил за академическую неуспеваемость. То есть, поточнее вопрос какой-то. Ну, то есть, я... Нет, есть ли критерии оценки настоящий и ненастоящий поэт? Как это определяется? Я просто привёл Бродского, потому что цитата на слуху. Ну, это так, как настоящая и ненастоящая музыка. Ты слушаешь — это рок-н-ролл. Ты слушаешь — это говно. Ну, то есть, поэтому мы и слушали в 70-е годы Deep Purple, Rolling Stones, Captain Bifford или Grateful Dead, а не Пугачёву, Леонтьеву и Софию Ротару. Ну, то есть, это рок-н-ролл или нет? То есть, здесь как-то сразу... Знаете, я как-то раз... Все говорят, а вот узнаваемость, а вот там 6 тысяч человек на концерте Z-группы Picnic, например. Или 5 тысяч человек. И что меня могло бы заставить пойти на такого рода концерт, я не знаю. То есть, таких вещей просто нет. И поэтому... Ну, как если есть... Вы с детства все знают, что на любой пластинке любого исполнителя есть то, что называется «вторая песня на первой стороне». То есть, ты слушаешь гениальную пластинку, там, Pink Floyd, и всё равно тебя западают первая, третья и восьмая. А остальные не западают. То есть, поэтому нет гениальных групп, есть гениальные произведения, нет гениальных поэтов, есть гениальные стихи. То есть, почитайте... Ну, у меня, по крайней мере, так. Я не знаю, как у тебя. По крайней мере, что если ты читаешь тоненькую, прижизненно изданную, какой-нибудь «Поверх барьеров» Пастернака или там стихи Мандриштама или Гумилёва, всё равно в тебя западает один... Первая страница, 27-я и 52-я. И всё. А все остальные стихи пролетают как бы... Ну, и это сито есть. Если ты любые стихи, любую книжку, любое произведение, если ты просеял через своё достаточно, я надеюсь, взыскательное сито, если что-то на нём осталось, как вот при отмывке золота, то значит, это золото. А это не значит, что этого золота в этой жиле будет тебе на всю жизнь. Может быть, один кусочек, которого хватит для того, чтобы считать человека поэтом. То есть у меня такое мнение. Ну, здесь как раз ещё вопрос личного восприятия. Почему для нас важно то или иное стихотворение у поэта, которого мы там в целом принимаем и любим? Понятно, что мы не можем любить всё и не может всё резонировать. Но здесь как раз срабатывают какие-то другие механизмы, почему вот это стихотворение западает, а это нет. Почему срабатывает удар психиатра, который вам бьёт, или там какого-нибудь физиотерапевта, который бьёт вам молоточком под коленку. Ну, то есть если он не попал в эту точку, то коленка не дёрнется. Если коленка дёрнулась, значит, в этом что-то есть. Я причём не называю это гениальностью, я называю... Ну, как с песнями то же самое. Есть много групп одной песни. Я долгое время был, что называется, автором или поэтом одного или двух стихов в своё время, которые кто-то у меня украл, и распространив в интернете, вдруг там за... Тогда были рингтоны, не было соцсетей, люди скачали, переслали друг другу там шесть миллионов раз. И вот в этот момент ты становишься для людей поэтом, для себя ты с некоторым недопониманием становишься, в общем-то, известным поэтом. И здесь никаких ни рецептов, ни, что называется, практик не существует. Если ты не попал этим текстом в нерв своей аудитории или более широкой аудитории, или вдруг, как иногда бывает, в стране, то значит, это не стихи. Кстати, в интернете есть очень хорошее определение такого рода текстом, рифмованным текстом, которые не являются и не будут являться никогда стихами. Это называется «столбики». Ну, то есть всё, что написано «столбики» многие считают стихами. Везде, где есть «любовь и кровь» или там «грязь-мразь» или там, не знаю, «путин-говно», ну, то есть какие-то рифмы такие устойчивые, везде это не является стихами. На сайте поэзия.ру зарегистрировано, по-моему, три с половиной миллиона поэтов. Это значит, что Россия просто там населена поэтами, которые друг друга там оценивают всё. Мне один раз прислали извещение, что я, уважаемый Андрей Анатольевич, с радостью сообщаю вам, что вы вошли в шорт-лист из ста, сто лучших поэтов пермского края. Можете писать, какой у них лонг-лист? Вот. И, соответственно, я вот артиск Пушкин не входил в шорт-лист сто лучших поэтов пермского края. И Шекспир не входил и никогда не войдёт. А я вот входил. Так что здесь это название в общем-то. Ну, ну как, из-за того, что я пишу, тоже большая часть это не стихи как таковые, это либо как для проекта «Поекты гражданин» кавер-версии, то есть на какие-то более известные стихи, которые предметы было Димой Быковым, Васильевым и Верой Кричевской в своё время. В этом жанре я поработал тоже пару сотен написал контекстов для них за почти 10 лет участия в проекте. Я пишу много частужек, я пишу много рифмованных новостей, пишу или писал, то есть у меня есть в моих архивах, но не всё из этого является стихами. Стихами бы я назвал максимум два-три десятка, что считаю достаточно много, потому что я в стихах сам понимаю, поэтому и считаю, что даже если пять стихов человеком написано за всю жизнь стоящих, то это уже поэт. Вот как раз вы упомянули про один стих или одну песню, тут сразу вспоминается. Это проклясть, как вы считаете, или одна роль, например? Вот группа Eagles, её большинство знают по песне Отель Калифорния. Да. И так далее. То есть есть много таких примеров. Большинство даже ну да, или там убили массу ещё группы одной песни. Ну не знаю её. Если человеку эта песня действительно стала настолько популярна, что позволяет ему потом 50 лет жить и давать концерты, то значит это действительно победа, а не проклятие. Другое дело, что у многих ведь у огромного, почитайте там Billboard топ-100 в любой категории, там 85% групп мы никогда не слышали. Многие огромное количество, 99% групп поэтов, не знаю кого там, танцоров, фигуристов, барабанщиков и всего прочего, они ни разу не сделали ничего, что попало в мозг или во вкус всем. Так что говорить о проклятии, у всех бы было, если бы у нас с вами было такое проклятие, мы бы сейчас этот отель Калифорнии чесали по Бразилии и Аргентине, будучи уже 80-летними передунами, и с удовольствием этим занимались. То есть нет, я не считаю это проклятием. Я не считаю, что проклятие у Маккартни там любые песни Битлз, которые время от времени исполняют в концертах. Это счастье. Счастье, что через 60 лет ты можешь так же думая повторять слова, которые написал в 20-летнем возрасте. Сейчас эти слова кому-то еще нужны. Так что будем надеяться, что нет, люди одной песни, ну это как сказать, есть люди одной книги, и их много. Селинджер, например. Есть люди не одной книги, которых намного больше, и которые мечтают стать человеком одной книги. А Боб Дилан для вас, он больше поэт или музыкант, или здесь равнозначно все-таки его можно воспринимать? Нет, Боб Дилан, дело в том, что есть категория или собрать Боба Дилана или Леонардо Коэна, не меньше достоин там любых премий. это у нас на русский язык это не переводится, потому что это не автор-исполнитель. Американские, особенно еврейского происхождения, так называемые сонграйтеры, то есть песни-писатели, это люди, у которых музыка неотделима, музыка очень часто не менее важна, чем стихотворные премии. Сонграйтеры, ну это отдельная совсем категория, то есть у нас их сравнивают с бардами, там даже там при мне Билли Джоэл сравнивал себя где-то с Высоцким, ну то есть видимо по популярности и по народной любви, хотя у Высоцкого явно её было побольше, но с точки зрения музыки, музыкального произведения, я конечно выберу Боба Дилана, Леонарда Коэна, Саймона Игора Функеля, ну перед Высоцким, Галичем, я имею ввиду как общее восприятие и любимым мною ещё здравствующими бардами так называемые авторы. Там никогда не было в отличие от русских авторов исполнителей и так называемые авторские песни, там никогда не было этого упрощения до сидения у костра, то есть Боба Дилана ты можешь петь на демонстрации, там предположим, или любые его гимны 60-х годов, а у костра ты его в общем-то не очень-то испоёшь, то есть это не интеллигентская вот эта вот гитара, лыжи у печки при всей любви к печкам и к лыжам Сонграйтер это называется и там у Коэна стихи бывают намного лучше, чем многие песни, а у Боба Дилана я думаю, что это единое произведение, то есть у него получилось и музыка и тексты в отличие скажем от Чайковского, который своими либретами либрет то ми настолько испортил стихи Пушкина, что их смотреть без смеха невозможно, вот надо было договариваться в общем-то, что Пушкин не пишет оперы, а Чайковский не пишет к ним текстов, то есть не всегда получается, у Боба Дилана однозначно получилось. А если взять то, что называется русским роком, ДДТ, Шевчук, БГ, Аквариум, это некая такая трансформация авторской песни, потому что очень важно как раз то, что они вкладывают в свои стихи ДДТ и БГ и так далее. Нет, это никакого отношения к авторской песне не имеет, это никакого отношения к песням под гитарку не имеет, это скорее не адаптация авторской песни, это адаптация много раз прослушанных зарубежных аналогов и попытка наполнить их русскими словами, то есть текстом. То есть это произошло не от КСП, а произошло этапов, затертых пластинок и всего остального. Причем очень часто словами я считаю, что русского рока как такового, так же как и белого роги, но не существует, потому что гребенщиков для меня эта адаптация это ну как перевод очень, иногда даже бывало подстрочный перевод западной музыки, это конечно ответвление такая живущая и цветущая но тупиковая ветвь дерево рок-н-ролла. Ну с ДДТ как-то мне попроще с ДДТ ну не знаю Левчук в общем-то ничего серьезного в текстах с моей точки зрения не сказал. Ну конечно это лучше чем Аллен Делон не пьет одеколон предположим ну то есть если говорить про текст то это конечно там Башлачев это Саша Олейников который написал все для бригады С и Жанны Гузаровой ну то есть были люди которые писали рок-н-ролльные тексты и не всегда они были исполнены вот А Илья Кормильцев вот вы упомянули научилась там часть писал Бутусов часть писал Илья Кормильцев Илья Кормильцев как поэт и как переводчик очень как раз многими понимаете я никогда не пытался расставить людей по каким-то там меркам нравится не нравится я могу сказать что мне большинство произведений групп так называемого советского не русского советского рока что питерский что московский что башкирский мне очень нравились всегда сами ребята я со многими дружил со многими дружу и мне всегда нравилось то что они делают то есть мне было иногда скучно слушать и не хотелось повторять потому что ну музыкально тот же Сой с моей точки зрения слаб словами иногда выдергивал но слова тоже не всегда имеют те смыслы которые в них считывают считывают то есть как гимнописатель он для меня как человек харизматичный как человек который может поднять толпу да он интересен как гимнописатель я бы сказал что нет но то есть я не на эту тему совсем то есть я вообще считаю что даже что самая оригинальная группа породил советский союз в свое время именно оригинальная с точки зрения музыки я давно это говорил при всей моей иронической нелюбви это ласковый май который не украден и как не пытались не нашли ни одной украденной музыкальной темы вот эти все белые розы и все это остальное это для меня было всегда я уважал за то что они ничего не сперли то есть этого нельзя сказать практически ни про кого потому что можно напеть песенку того Шевчука там которое я называю серебрица серебрица серенький дымок тает в грозовых лучах заката песенку играет ветерок о боже мой ту что пела милая когда-то ну то есть ничего не напоминает это одесский блатняк там 50-х годов вот это вся основная тема песни осень ну и то же самое можно любую песню Цоя можно петь на мелодию любой другой песни Цоя ну то есть ну мне это не интересно просто я не слушал никогда русский рок ласковый май и опять же да есть пренебрежительное отношение к этой группе и ее дворчеству скажем так но эти песни белые розы они же переживают уже десятилетия они очень узнаваемы они очень четко считываются и стоит только помнить это уже как некий культурный код срабатывает белые розы ласковый май конец 80-х начало 90-х это важно то что переживает свое время хотя это ну в общем наверное не является таким произведением искусства понимаете ну произведение искусства как таковым ну можно не считать если ты занимаешься панк-роком можно не считать песни группы ну то есть Сопли с Сахаром или там много из ранних Битлз ну я например никогда не не любил особенно Битлз именно не любил с точки зрения вот этой I love you I love you ну то есть вот с точки зрения слюнявой эстетики пока они не развалились и не стали петь то что стали петь Харрисон и Леннон и тот же Маккартни повзрослев немножко ну как у нас же страна в принципе хит-парады выстраиваются никогда не было в России там особо хит-парадов или рейтингов книг поэтов и всего прочего у нас всегда нужно любить читать и слушать что-нибудь одно посмотрите сегодняшний интернет мы сегодня мы смотрим уже месяц только мастера Маргарита то есть другого кино не существует у нас когда-то читали мастера так что вышел там не знаю журналы иностранная литература с каким-нибудь Маркесом или Борхесом все читают только вот в этой неделе мы все читаем если мы особенно похоронили там Высоцкая все слушают Высоцкая у нас есть The исполнителя The песня вот Ласковый Майк для многих стал The музыкой молодости а это уже не денешь никуда это как мы все смеялись на тему того как наши родители слушали у меня родители там 30-х годов рождения как они слушали все это ну от карнавальной ночи до Робертина Лоретти или ну какие-то вот эти свои The песни и нам казалось что мы будем другими нет у нас сейчас вон поезжай в полгрузии на такси и ты все равно услышишь в эфире радио те песни под которые меня в 78 году забирали в армию то есть это и там Ромена Пауэр Челентана ну то есть есть какие-то вещи а так а так как мы в отличие от наших родителей оказались более цепки видимо и положение уже было немножко другое более цепки более жадные и более занимающие места то как сказал еще лет 20 назад какой-то диджей диван его звали сын Илиша который был главным или замглавного редактора в известии который говорит папа ну вы же за ваше поколение там 50-х годов рождения захватило все радио все телевидение и мы вздохнем под вашу Абу и Бунием и такие знаете многие из них уже успели помереть от старости из детей под нашу Абу и Бунием так что здесь ну как слушали люди все равно будут слушать то что они слушали потому что там попроси сейчас кого-нибудь из любителей раннего Кребенщикова ну может там еще такая есть большая лояльная аудитория но общая аудитория напеть какую-нибудь из последнего десятилетия песню БГ вряд ли они это сделают что-то старое они все всей толпой и всем залом споют так что ну вообще считает даже ну что ну я не слушал никогда как вы понимаете группы типа там Мальчишник или ну тот же ласковый май но или никогда особо не любил Верку сердечком но на Новый год под елочкой я спокойно подпевая буду что-нибудь танцевать то есть у меня раздражение это все не вызывает серьезно много вопросов приходит от наших зрителей из телеграма и вот спрашивают у вас были ли те с кем пришлось расстаться на фоне войны в Украине стараетесь ли вы переубедить своих собеседников надо ли это делать если человек настойчив в своих убеждениях и заблуждениях спасибо такой вопрос если войной называть 22-й год например и февраль то есть полномасштабное вторжение то нет у меня все они проявились уже с 14-го по 22-й все кто хотел уже проявились то есть со многими ну не то чтобы расстаться я в принципе у меня люди забавны как биологический вид в том числе там и фашисты и в том числе и Z-персонажи потому что ну их интересно исследовать как кустой исследует рыб предположим исследовал то есть или там кто-то исследует стаи львов и изучает их повадки это интереснейшие персонажи прородившиеся вроде бы прожившие примерно такую жизнь но нет у меня никаких потрясений не произошло не в пользу того что называется приобрел ли я новых друзей нет я то что физически отъехал решив перестать эмоционально каким-то образом существовать в россии тоже произошло не в 22 году вот и знаете для меня сюрпризов не было для меня никогда не было сюрпризами предположим уже последние 15-20 лет может больше религиозно-националистические мудизмы кинчево ну то есть для меня он перестал существовать очень давно для меня не меня скажем так из тех зачем творческого высказывания не очень следил неприятно удивила группа чая из тех с кем я приятельства когда с ними близко не дружил но выпивали довольно много встречались на и после концертов они для меня потому что они мне казались таким сермягой уральской то есть такие более независимые там сибирь не москва и тому подобное для меня я не увидел в их конформизме сейчас какого-то агрессивного там что называется за деньги я не увидел там алчности которые ладно хрен с ним скажем что нужно нет там такая искренность псевдокрестьян то есть уничтожено в России сословия которые главное с народом главное со страной а что это страна и народ делают уже на втором месте это для меня неприемлемо вот это единственное может быть потому что для меня не было каким-то удивлением позиция давно задекларированная Охлобыстиным которая тех с кем я дружил и приятельствовал позиция Серёжа Галанина который поёт с волосами как у Ледзеппелина и поёт а что нам нужно чтобы кончилась война но поёт это при этом под знаком Z ну понимаете то есть нам нужно чтобы война кончилась условно говоря нашей победой вот что нам нужно а не дайте миру шанс для меня не было неожиданностью позиция Сукачёва позиция не знаю Державина или Маргулиса ну то есть то есть для меня я очень давно их всех знаю для меня что-нибудь неожиданное ну то есть это ну нужно поискать человека который меня может удивить потому что все эти вещи они звучали уже 10 15 20 лет назад вот вы сказали о том что Чаев они как бы со своим народом и здесь конечно вопрос вот этого восприятия можно же быть с народом по-разному можно как Ахматова в реквияме что я была со своим народом там где мой народ к несчастью был и это тоже с народом а вот Чаев видимо все-таки воспринимает это по-другому как это интерпретируется насколько скажем так здесь есть поле для интерпретации Ахматова что называть народом что называть моим народом Ахматова никогда не была столбой которая кричала повесить там не знаю банду троцкистов зальем там кровью страну после убийства Сергея Мирона Чакирова то есть тот народ который считает Ахматова это некая фантастика про русский этнос про русскую культуру ну то есть Ахматова всегда жила в буквах и словах а я не думаю что она с этим народом когда-нибудь кроме как с такими же несчастными как она в очередях под там КГБ или НКПД в Питере стоя с передачками то есть это не тот народ и я не думаю что Ахматовой с тем народом приходилось чем я утверждаю не утверждаю я предполагаю приходилось много общаться она была уверена видимо что ее народ намного больше потому что если мне говорить с моим народом я был с моим народом то народ который 90% голосует за войну смерть убийство и поддерживает нынешнего президента Российской Федерации это не мой народ то есть я не могу никогда вот если вот вернулся в Россию так Навальный сел в тюрьму умер это меня что мой народ убил меня там моего народа сейчас нет поэтому с народом который является населением географически лингвистического образования как я считаю которым является Россия не связан ни генетически ни этнически друг с другом с прошлым уж тем более с будущим моим народом не являлся не является и никогда не будет вот мои простые ответы я здесь как раз если мы смотрим опять на поэзию я понимаю что что-то выдергиваю из стиха но Игорь Северянин он же сформулировал как хороши как свежие были розы мои страной мне брошенные в гроб и это вот то что мы сейчас тоже наблюдаем причем в гроб направляется не только кто против власти но и те кто за власть свежи будут розы писал Северянин вот Северянин точно не представитель народа то что он считал моей страной но он как король поэтов мог считать все что хочешь мой земной шар как считал Маяковский например то есть тут нельзя искать в цитате непредсказания я много чего напредсказывал в своих стихах но к сожалению там предсказания того что Путин умрет который написан лет 8 назад до сих пор не сбылось то есть если это когда-нибудь произойдет но это должно произойти то не надо притягивать мои стихи написанные в 2000 там восьмом или девятом году к тому что вот Орлов предсказал смерть Путина ну то есть это никак не связано то что пишет поэт никак не связано с судьбами и прочим мы как читатели хотим скажем оставлять для себя право уже добавлять смыслы которые поэт не вкладывал потому что нам так проще нам комфортно поэт вкладывает смыслы точно вкладывает смыслы желания но никто при этом никакой фатум к этим строчкам не прислушивается если получится что я скажу что если ядерные удары тут херах в море напротив моего окна падает ядерная бомба это что я предсказал нет это то о чем я всегда думал ну то есть то есть если все эти предсказания это просто синхронности никто никогда не вспомнит все вспомним привяжут строчку к сегодняшнему дню никто многие даже не будут смотреть когда это написано скажем в 22 году интернет просто залил репосты моих стишков один уходили из России свои покинув города мы шли ночами бессили нам вслед почти не голосили мы уходили из России уже похоже навсегда и вот когда исход этот пошел и там заканчивается чтобы не жить подобно зверю мы за собой закрыли двери в фонтан монетку по поверью туда же память и ключи так вот это написано было в 2016 году это было написано когда было все достаточно понятно когда было но всплыли они когда люди начали искать в общем-то какое-то подтверждение в том числе и красиво срифмованное своим решением не посмотрев на год то есть если ну как человеку говорят не ешь много мороженого простудишься говорят в 4 года а он в 60 лет поел мороженого и простудился ну например ну это же все было сказано но никто ничего не послушал так что здесь я противник присваивания поэтам свойства быть больше чем поэтам но вы когда-то верили в российскую политику учитывая что у вас есть опыт создания логотипа для единой россии и как раз вот этот медведь которого вы придумали то есть у вас была вера в то что может быть по-другому я много чем занимался верил в это как это не смешно Березовский я ему в это верить помогал тогда в принципе ничего не предвещало там десятилетия продления условно хороших я считаю 90-х такие процветающие 2000-е то что этого не произошло все все это а какая разница верил я или не верил верил я верил я когда-нибудь в детстве в то что в следующее поколение будет жизнь при коммунизме ну интересно мы представлялись в магазине без денег и берешь сколько хочешь ну то есть в какой-то ну в это хотелось верить верил ли я в то что ну не знаю Советский Союз за мир уже не верил потому что на плакатах с Брежневым пламастером мы уже тогда приписывали когда там было написано нам нужен мир стало потом мемом мы писали черным маркером и желательно весь то есть уже не верил верил ли я что Советский Союз несет мир Афганистану или там нужен там нет верил ли я что Советский Союз нуждов вторжения в Польшу в 80-м в начале 81-го года который не состоялось нет не верил верил ли я что мы затоптали там Советский Союз солдатскими сапогами затоптал Венгрию и Чехию предположим Чехословакию верю верил ли я в то что это должно накрыться хотелось в это верить ну то есть не потому что все предвещало что это будет вечно верил ли я что джинсы плевать лучше джинсов вери я верил верил ли я в то что в Россию когда-нибудь приедет группа Роллинг Стоунс не верил ну то есть есть какие-то вещи от этого мало что зависит то есть каждый живет в такой внутренней не скажу во внутренней миграции потому что никуда не мигрируешь во внутреннем каком-то своем мире в котором ну вот не считал я например торговлю валютой и роман с американскими девушками преступлений ну и делал как я хотел то что в то время нам было можно себе позволить с точки зрения идеологии слушания писания и прочее намного больше чем сейчас то есть на порядке больше чем сейчас это очевидно совершенно то есть жизнь была достаточно удобная мы создавали мирок населенный своими некими гоблинами и гномами из наших друзей с длинными волосами в широких джинсах и со значками по цифре или там happy face желтый смайлик вот этот и нам в нем мы из него могли практически не вылезать то есть мы и поэтому верю ли я сейчас так называемую прекрасную Россию и будущее ответ нет ни на один процент ну то есть просто и поэтому крики на демонстрации Россия будет свободной я всегда вызывают у меня улыбку крики Россия без Путина ладно это это возможно но Россия без Путина я уже думаю всегда что с кем-то хуже Путина то есть Россия без Путина это не излечение России Россия без коллективного Путина уже не верю а прекрасная Россия будущего ошибка во всех трех словах ну то есть все в каждом слове есть противоречия нет ее нет и не будет поэтому и когда иду я под Москву звучат знакомые слова Россия родина моя нет моя родина не Россия извините пожалуйста родился я в СССР СССР нет и родина у меня сейчас как таковой то есть не роддом в городе Березники Пермской области не не знаю Арбатский переулок которого уже тоже нет не большая грузинская по которой не будет трава это не моя родина страна с которой я себя совершенно не ассоциирую а бабочка вот если использовать эту метафору была в России раздавлена как вы считаете если да опять же возвращаемся к литературе и к Брэдбери конечно когда это произошло когда уже стало невозможно то о чем вы говорите я думаю когда бабочка была раздавлена когда это первый человек в Киеве назвал себя непонятным он словом Русь когда была придумана несуществующая нация состоящая из завоеванных рабов всех племен которые там были в мире весь чуть белоглазый и все остальное то есть когда Россия стали ну эта бабочка была раздавлена в общем-то во всем мире но в России был раздавлен такой если по-народице слонов то раздавлен слон и при этом никто этого не заметил то есть да бабочки нас приучили что и бабочек можно давить с президентской трибуны каждый день потому что бабочка это предположительно реально происходившие то есть кто-то прошел сошел с дорожки и наступил на бабочек нет здесь шло стадо слонов и вытоптало равнину ну то есть огромную не слонов татарская конница прошла там говорят что до сих пор там из космоса видны следы вот этих походов татарские крымских татарских ханов на Москву что до сих пор видно что где вот проходило эти десятки тысяч коней что там до сих пор вытоптано было все в России раздавлены все бабочки мало того раздавлены также кожи коровки жучки и паучки ну то есть если говорить о том тех червячков которые русские должны по идее есть я имею ввиду как птицы плевать эти эти тоже уничтожаются что вы хотите сказать когда произошла точка невозврата ну примерно сейчас извините вынужден послать нафиг достаточно важный мне звонок потому что вы для меня важнее дорогие слушатели покрыла рамы и грянул грамм все раздавлено то есть все раздавлено а после этого перепридумано то есть бабочка сделана там из сусального золота которое сейчас мы должны на нее молиться бабочки давно нет как нет ни русского духа ни ну то есть это все выдумка мы живем если мы живем в россии то мы живем в мифе в россии будущего нет потому что даже прекрасная россия будущего она всегда остается в будущем это как кучок соломы перед ослом который за ней идет то есть почему а где наша прекрасная она в будущем мы же вам говорили это где наш камни не за горами они за горами где все у нас все будет хорошо и таким вот образом все и происходит мне это кажется смешным у меня это кажется странным мне это кажется фантазма горячей но ужасно интересно мне интересно наблюдать за тем как несуществующий колосс не существуя разрушает себя ну то есть это дерево которое населяет себя огромный баобаб который сам населяет себя древоточец жучками которые которые его якобы которые кричат всегда здравствуй баобаб ну то есть сами его сжирают после этого придется из кучи этого праха опять дело говорит вот так выглядит баобаб значит это вот вот эта куча погрызенного дерева это наша великая родина сынов ну и в завершении вопрос от Виктории почитайте пожалуйста что-нибудь из нового есть ли у вас свой есть ли у вас свой телеграмм спасибо Виктория два вопроса телеграмма у меня никакого нет из нового я ничего читать не буду если хотите я в завершение своей мысли про отсутствие я вообще считаю что русских не существует как биологического такого ну или генетического образования будучи по документам этническим русским ну вот и если хотите я прочту нужно объяснить что я никаких своих стихов наизусть не помню мне придется взять телефон в руки вот вот и сейчас я прочту я буду делать кусочки дело в том что вы не представляете как мне бывает что я завидую казахам или киргизам я много проработал в Казахстане и Кыргызстане что у них очень часто переписи вот эти орды или там вот этих кочевых государственных образований они могут себя проследить все до не знаю 14-15 века в России такого не было потому что русских вообще как этническое образование я считаю нет эта теория не только мною поддерживается что это Россия это география плюс язык вот а так как география я себе могу где угодно придумать а язык у меня никто не отнимет то я могу вполне спокойно быть русским вне России и а также с удовольствием считать себя жителем любой другой страны то есть у меня в этом смысле то что происходит под названием патриотизм сейчас на моей бывшей родине это бред и то с чем нужно всеми силами бороться причем когда я говорю всеми силами это значит что я поддерживаю в общем-то многие способы борьбы я с удовольствием посмотрю если что-то у кого-то получится но в те географические рамки где я родился и вырос я уже не попаду обещаю вам никогда в жизни что бы там ни происходило кто бы ни был президентом какое бы ни было правительство насколько бы странно оно не распалось давайте я прочту несколько четыре сишки я буду отделять потому что сишек довольно длинный мы русские странные дети истории без рода без племени и территории носители тайного русского знания русского духа и самоискания во всех от старца до малыша русская обитает душа мы к общим правилам не относительны мы прилагательны и существительны с собой несудимы и прочим людям судить о себе разрешать не будем русский в своей бытовой банальности националист без национальности живущий в вечных с собой спорах откуда он здесь на Руси просторах каков его появление век кто он полянин или норвег татарин а если копнуть чуть-чуть может быть он белоглазая чуть русский живет вопросительной грустью кто и когда назвал его Руси кто правил с севера плывшим дракаром кто отомстил неразумным хазаром кто объясните мне факинг шит прибил к воротам царьграда щит кто сёк монгольские головы с плеч в чьих руках был заветный меч кто свой живот за Русь положил ясно что русский а кем он был мед и брагу пья без закуски мне непонятно хотя я русский так дальше у нас про рейдерский захват норманов норманами того что тогда еще не назывался Русье и вот по прозванию грибцов Русь этим шведским словом зовется хотя по идее народ наш весь это криви меря кривичи меря весь поляне эрзя мокша древляне немного финны чуть-чуть славяне лесные мирные бедолаги не знавшие пороха и бумаги порядок им мир насадить желающие призвали кризисных управляющих дальше появление князей не обсудить ли нам некую странность русский народ это сложная данность данная русским на вечные веки для размышления о человеке созданная кем-то в закрытой реторте без генотипа и с памятью стертой взросшенным в расстве слепом и покорным под чужеземным наместником вздорным тихо влачащие печальные дни зная что власть это некто они солнце опять проглотил крокодилище русская жизнь это наше чистилище ад и страдания досудного дня нам ли страшиться по смерти огня если идут наши танки по площади все даны вновь челубеевы лошади в небе москвы самолеты ревут снова поляки к отмщению зовут на Украине Майдан и отстой в бой нас готовит Владимир Святой до одного как один мы православные всем реально до одного как один идеальный мы никому на земле не равны вместо чистилища нам сандуны мы никогда не бросаем своих в драке любой из нас стоит троих мы боголюбны красивы плечисты вычистим мир по понятиям чист написано в девятнадцатом году вот все это доказывается все эти наши не бросаем своих мечи кладунцы все это в том числе последние трагические события показали что как приехать кого-то защищать или себя подставлять по поле то нет никого полтора часа а как только взяли троих отрезанным ухом 40 человек награждено медалями при том ну понимаете да что это это все легенда в легенде и легендой все покрыто ну что ж мы благодарим вас за этот разговор и за участие в нашем эфире спасибо вам и до следующего раза всего вам доброго и не придавайте особого значения моим пророческим словам спасибо всем пока